Ребят, всем привет! Сегодня проговорим про фен, да, это обычный фен, чтобы сушить голову, от компании Xiaomi и его подразделение Sakaz. Этот фен у нас получил в 2018 году премию дизайна, достаточно интересный у него, скорее всего, должен быть дизайн. Тут все у нас на китайском языке, мощность у него 1800 ватт, это единственное, что понятно, приходит он на такой запечатанной коробке. И фен, подразумевается, тут как походный, то есть он достаточно компактный, не тяжелый и снабжен различными насадками. Я откровенно не буду вам говорить сейчас, что это супер-пупер фен. Нет, обычный фен с функцией ионизации, просто достаточно стильный, но кабель такой хороший, вот это минус. Минус в том, что китайская вилка 1800 ватт использует переходник будет немножко, ну даже, я бы сказал, опасно. О, это плюс. Инструкция. То есть я рекомендую сразу уже срезать, еще какая-то штука выпала, срезать вот эту вот вилку, ставить нормальную и, в принципе, работаю на 10 минут, даже может быть меньше с перекурами, и тогда фен вот это служит у вас долго и счастливо, потому что использовать переходник, ну при такой, так сказать, мощности, я бы не рекомендовал. О, резиновая подложка, то есть фен у нас все-таки нагревается, и чтобы мы его могли положить на любую поверхность, и при этом она не нагрелась, там не дай бог какой-то пожар или прочее, это вот такая вот резиновая, во-первых, он на ней достаточно удобно и прочно сразу стоит, антискользящая, она является своего рода вторая, безопасно для поверхности. И вот, смотрите, подтверждение того, что фен, ух, какая качественная штука, честно, очень понравилась, только вот эта штучка вот отсюда вот вылетела, сейчас я ее вставлю. Это мешочек для транспортировки, хранения и прочего, он велюровый, черный и достаточно плотный, сделан, ну, действительно, качественно, ребят, честно скажу, мне нравится, интересно, что вот этот велюр может, конечно, пыль на себя натягивать, но, положили, затянули и кинули в сумку и куда-то путешествуем. Инструкция, ребят, на китайском языке, в принципе, тут ничего особого сложного нету, все-таки фен, две-три кнопки, разберемся. Две насадки, одна для создания объема, насколько я понимаю, то есть у нас получается, горячий воздух выходит через эту сеточку и вот здесь вот тоже такие вот штуковины, короче, у нас получается супер-пупер объем и поворотная насадка, она такая вот двойная, посмотрите, пластик, то есть, в принципе, вот эта нагреется часть, а вот эта часть останется холодной, тем самым, не знаю, на волосы какое-то, наверное, позитивное влияние оказывает, мне сложно сказать, и я не парикмахер, но, скорее всего, для этого и сделал. Сам корпус у него выполнен из алюминиевого сплава, защищен у нас транспортировочной пленочкой, длина кабеля полтора метра, корпус подтверждаю, что-то какой-то сплав, можно использовать его и без насадок, просто у нас будет, получается, горячим воздухом он дуть. Внутри у нас вот вентилятор и здесь у нас радиатор с нашей спиралью для нагрева. Вот это у нас, соответственно, кнопка включения и выключения, она достаточно удобно расположилась, можно даже одним пальцем включать незаметно и кнопка переключения режимов. Изначально он включается на первом режиме и потом мы делаем мощнее и максимальный обдув. Кроме этого, у фена есть функция ионизации волос, то есть, соответственно, ваши волосы, как заявляет производитель, перестанут электролизироваться и на кончиках даже пересушиваться перестанут, а кроме этого, еще вообще, наверное, станут послушными и шелковистыми. Как? Прямо как в рекламе. Не знаю, я, так сказать, скептически отношусь к различным ионизациям. Просто классный стильный фен, в принципе, по достаточно недорогой цене и, зная качество Xiaomi, то качественное. Будем уже сразу говорить о приоре. Вот эта насадка у нас вращается на 360 градусов, как хотим, так и вращаем. И, действительно, сделана нижняя часть вот эта вот, она будет нагреваться горячим воздухом. А чтоб вы не обожгли руки, мы ее вот так поворачиваем и как угодно можем вот так дуть, так дуть. Но это больше, конечно, женщины меня могут поправить. Мне достаточно вот так, вот так вот. И, в принципе, мне достаточно и полотенца, я вам больше скажу. Так, насадки просто у нас. Вот так вставляем. Все, никаких. Кстати, больше похож на рупор. Выходим, выходим. Включил в сеть. Первый режим. А нет, по-моему, запомнит режимы. Проверим. Да, ребят, запомнит режимы. Вот эта фишка, это ионизация. Третий, ну вот, первый, самый минимальный. Снимаем. Тут балалайка. Хорошо, сразу горячим таким. Так, второй режим. Подсвечивается белый светодиодик. И третий режим. Кроверная разница между вторым и третьим. А, это не третий режим, это холодный воздух. Ребят, извините, я вам все столкну. Это первый, воздух горячий. Это второй, воздух горячий. А это третий, воздух, ну, просто как вентилятор. Ну, как вентилятор. 14,5 на 21. Диаметр 7,5 сантиметров. Так, ребят, на первой скорости мощность 8,08 киловатта. Ну, то есть, 800 ватт. Первая скорость, это с обогревом. Вторая, максимальная. Ну, тут вот тоже что-то немножко. А, 212 вольт у меня напряжение не такое. Ну, вот, видим, 1,5 киловатта 1,4, 1,5 есть. И еще в режиме FEMO, просто в режиме, вернее, без обогрева, в режиме вентилятора 400 ватт. То есть, в принципе, 1,8, ну, нет, 1,6, я бы так сказал. 1600, вот он не дотягивает. То есть, вот его реальные характеристики. То есть, 1800 это уже полнейший пик, наверное. По сути, хотя куда уже больше. Что ж, ребят, в принципе, вещь достаточно получилась стильная. Это мне тоже нравится. Две насадки, ну, женщины, наверное, оценят одну, вторую. Продуманность, да, продуманность. Даже вот возьмем вот эту вот насадку. Продумали они что-нибудь, за горячее не браться. Комплектация мне нравится. То есть, в принципе, богатая и продуманная. То есть, вот сейчас раз, я горячий фен. Хотя, в принципе, корпус, ребят, практически, ну, практически не скажу, что он очень нагревается. Практически не нагревается. То есть, в этом тоже плюс в том, что он все-таки у нас металлический, алюминиевый, легкий. Три режима. Переключение у нас с помощью кнопочки. Никаких тут нету. Крутилок, которые могут выйти из строя и прочее. Единственный минус – это кабель. То есть, его придется переделывать. И переделать я все-таки рекомендую. Ну, а так, в целом, что сделали. Попользовались феном. Скрутили кабель. Не знаю, насадки там, если надо, закинули в мешочек. И мешочек положили куда-то, не знаю, или дома, или в чемодан. Куда угодно. Все насадки сюда влазят. И даже влазит вот эта вот наша штучка. Она достаточно толстая, резиновая. И понц, затянули. Все. Вот наш фен. Друзья, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Не забывайте подписываться на канал. И под видео есть табличка со всеми товарами сами. Фены я туда тоже добавлю. Пока-пока.